День голосования на всей территории страны назначен. Это 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Однако не исключено, что в случае изменения ситуации с распространением коронавируса день голосования может быть перенесен. Глава государства подчеркнул, поправки в основной закон важны, но еще важнее здоровье россиян. Как работникам будет оплачиваться в неочередной нерабочий день, смотрите в нашем сюжете. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в этом году намечено на среду 22 апреля. Несмотря на то, что этот день будет выходным, это не повлияет на общий размер зарплаты работников с окладом. Это относится как к госучреждениям, так и к коммерческим компаниям. И хоть он не попадает под перечень выходных и нерабочих праздничных дней, установленных Трудовым кодексом, оплата работникам за этот день будет осуществляться в соответствии с положениями, установленными применительно к оплате за нерабочие праздничные дни. Если работника привлекут к работе в день голосования, то работа в такой день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере по правилам, установленным статьей 153 Трудового кодекса с учетом установленной системы оплаты труда. Также по желанию работника, которого привлекут к работе в день общероссийского голосования, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае за работу в нерабочий день он получит оплату в одинарном размере, а день отдыха останется без оплаты. При этом день голосования будет именно нерабочим, а не праздничным. А это значит, правила об уменьшении на один час рабочего дня перед праздничным здесь не действуют. 21 апреля россияне отработают полный рабочий день. Если день голосования выпадет на время ежегодного оплачиваемого отпуска, то на его продолжительность это никак не повлияет. И еще одно новшество апреля. С 1 апреля 2020 года налоговые органы смогут информировать плательщиков и налоговых агентов о наличии у них недоимки или задолженности по пеням, штрафам и процентам посредством СМС-сообщений, электронной почты или иными непротиворечащими законодательству способами. Такое информирование возможно не чаще одного раза в квартал и при условии получения письменного согласия налогоплательщика на такое информирование.